Привчудел Вот вы говорите Black Metal, Death Metal Grindcore, Drone Metal Чё только люди не придумывают Вот это музыка, вот это тяжело Вот это сложно Вот это для настоящих ценителей Фанатов и меломанов Так вот всё это херня, друзья Гиперпоп, вот где настоящий разврат Ну или хайперпоп, как хотите, называйте Короче, это реально жанр, который Бросил мне вызов Это первый раз в истории, когда я только со второго Раза смог что-то сделать Не то, чтобы у меня с первого раза всегда получалось идеально Хорошо и прям точка-в-точка Как по жанру Но я сначала просидел весь день Пытался что-то сделать Ну и хрень получилась И сначала была такая мысль Дерзкая такая, плохая Как бы получилось и получилось, всё по-честному Вот так и оставим, это и будем показывать Но потом я такой, нет, надо всё переделать И я всё переделал, друзья Что же такое гиперпоп, да, сидят люди в недоумении Что за гиперпоп, что это за сверхчеловек такое Какие у него сверхспособности А это и не человек вовсе, да, как бы нам всем хотелось Это всего лишь музыкальный жанр, в котором ничего не определено И ничего не понятно То есть я послушал очень много, очень сложно хотя бы одну песню было дослушать до конца Но я старался, старался Даже если в какую-нибудь пресловутую википедию зайти, то там будет написано Свободно определяемое музыкальное направление Характеризующееся преувеличенным подходом к популярной музыке То есть оно свободно определяемое Это ноу-вейв нашего времени, друзья Ничего не понятно Получается хрен знает что Но всё-таки я какие-то характерные черты заметил Они, конечно, спорные Но что поделать Я старался делать свою работу Довольно бодрый жанр 200 бпм обычно Но не всегда Кислотные синтезаторы Обычно Но не всегда Какие-то весёленькие, бодренькие мотивы Как будто что-то там из 90-х Но тоже не всегда Какие там барабаны По-разному бывают Бывают чисто драм-н-бейс старой школы прям Бывают какой-то типа дабстеповые барабаны Такие не спешащие, но уверенные Бывают просто какие-то классические попсовые барабаны Бывают какие-то мрэп Это почти что лил пип Или это просто какой-то рэп с автотюном Но есть всё-таки неизменная вещь Это как они обрабатывают вокал И вообще как подходят к обработке звучания Ну давайте я вам что-нибудь включу Я нашёл плейлист 3000 треков гиперпопа Или что-то в этом духе Но в общем он не заканчивается никогда Давайте наугад я включу что-нибудь Пока начинается какой-то стандартный кальянный рэп Где гиперпоп? А я не знаю Я вот не знаю Я первый раз эту песню включил Я не знаю Будет там то, что я два дня пытался выяснить Или нет Всё-таки есть что-то Я не знаю Ладно, неудачный пример Давайте я вот всё по-честному При вас Мотаем дальше Печняка какая-то, да? Ну что это? Какой-то сэмпл, проигрыш на гитаре Давайте в середине Так, мы уже ближе к сути Короче, да Ну, понимаете, жанр свободно определяемый Делаешь любую музыку Гришь, это гиперпоп, друзья Всё, ну короче, вы поняли Суть обработки какая? Во-первых, побольше глича Это мы все знаем Если трек моча, добавь глича Во-вторых, как они обрабатывают вокал Это просто за гранью добра и зла Они отменили все правила Что, конечно, очень весело И это мы поддерживаем Но, наконец-то Автотюн без участия певца, друзья Группа Пертурбатор всё это предсказывала Короче, давайте я лучше буду вам показывать Что же я там натворил Я в такой прекрасной футболке Поднимаю этот прекрасный бокал За вас, дорогие зрители А эти замечательные вещи у меня Из магазина «Все майки» Там можно заказать практически любую вещь С любым принтом, который только можно вообразить Игры, фильмы, комиксы, сериалы Вообще любая тематика на ваш вкус Выберите понравившийся принт И нанесите на любую вещь Хоть на футболку, хоть на плед с рукавами А с промокодом на экране Можно получить еще и скидку 15% Переходи по ссылке в описании Или к QR-коду на экране И заказывай желанные вещи Краткий курс по гиперпопу Как я его понял А так как я его понял, это правильно Потому что жанр свободно определяемый Вообще, мне кажется, что тут ничего нового-то в этом жанре особо нет Он не какой-то там суперпрорывной Просто, чтобы удобнее было продавать плейлисты Все это сеять, придумали Пусть будет гиперпоп Вот, друзья, вы там в гиперпоп Вот, сейчас мы соберем всех любителей Вот этого звучания Так жанры и придумываются, собственно, ничего нового Я вот думаю, что такой музон, конечно, удобнее в какой-нибудь FL-ке делать Но я все сделал в рипере по хардкору Вначале и вообще на протяжении всей песни Какой-то прикольный проигрыш на клавишах сделал На таких синтах Забавно звучащих Которым ничего сложного Но тут главная обработка Давайте пример, как я гличевал синтезатор И покажу на примере трека, который у меня не очень вышел Вот, сначала я придумал какую-то такую последовательность на клавишах Потом выяснилось, что это все-таки слишком по-минорному звучит Надо как-то по-другому это все обыграть Но прикол в чем Вот она так звучит и довольно неинтересна Вот что это за хренька Это музыка из Dendy Но, как мы можем видеть, я нарезал эти нотки Какие-то там удалил Какие-то можно, я не знаю, там Подвигать как-нибудь в рандомные места В общем, вот так вот нарезал И мы получили совершенно другое звучание Это у вас не звуковая карта глючит Это вот так специально сделано Ну и вот так гличуется, на самом деле, практически все Просто как-то нарезается, двигается Повторение ставится И кажется, что какой-то глич идет Какой-то глюк И поэтому какое-то заедание Но, по сути, это можно все ручками сделать Не знаю, как это правильно делать Может, есть какие-то специальные плагины для гличевания Но я делал так все, по хардкору И вот я подсобрал трек, который будем сегодня доделывать Вот такие у меня лиды Вот, тут уже повеселее звучит Уже более приближенно к большинству песен из жанра Еще я заметил, часто добавляют такие аккордики Типа лоу-фай звучание Вот я взял какой-то синтезатор немного с дитюном И вот такие там аккорды странные повставлял И получилось так Чувствуете, да? Чувствуете? Вместе Ну, потом я еще там бас добавил и все такое Но главное, это барабаны Тут я разгулялся За всю херню, так сказать Смотрите, как я набивал хай-хеты Просто рандомно Вот это все хай-хеты у нас Вот Как ты его тут нащелкиваешь, нащелкиваешь Непонятно, как-то туда-сюда Но звучит-то классно, зацените И от этих вот хай-хетов рандомных Тоже, кажется, немного заглючеванный звук барабана Забагованный И барабаны должны быть суперскомпрессированные Супердолбить, суперфигачить Ну, а так особо тут ничего нет по структуре Я еще текст не придумывал Но, в принципе, как оно будет у нас звучать Давайте сначала послушаем Вот так я придумал Но, это все пока звучит как просто какой-то прикольный музончик Пока что это не гиперпоп Потому что в гиперпоп нам надо записать гипертекст своим гиперголосом И я сейчас не преувеличиваю и не шучу Реально так и надо сделать Но, на самом деле, еще можно гитару записать Предлагаю попробовать Но то, что я записал, это ни хрена не значит Потому что гитару надо тоже заглючевать, друзья Главное, не слишком сильно запариваться Ладно, возможно, в один день я пожалею, что добавил глич гитары Но сейчас останавливаться нельзя Давайте придумаем текст И попытаемся его записать И в дальнейшем обработать Я написал текст за 15 минут Попробуем его записать Это, конечно, не лучший мой текст Я им не горжусь, честное слово Но не шло что-то ничего нормальное в голову Попробуем, попробуем бахнуть Желательно с одного дубля И так-то это все просто, друзья Это все хихоньки-хахоньки Там тыры-пыры Но все равно работать приходится Хоть даже гипер-поп делаешь Цените труд других людей Итак, мы записали дорожку Нашим гипер-голосом Наш гипер-текст В наш гипер-поп Давайте попробуем послушать Удали меня и позабудь до завтра Все, что было, уже не вернуть Обратно Говно какое-то Поэтому нам надо приступить к магии монтажа Я никогда не славился тем, что Хорошо умею обрабатывать голос Вот эти звукорежиссерские штучки ваши Весь этот монтаж Это не моя сильная сторона Но парочку фишек сейчас попробуем Во-первых, нам надо нехилый автотюн бахнуть Самый мощный автотюн во вселенной Что может быть Еще на октаву вверх голос поднять И мы сразу получим Сочнейший гипер-поп вокал Слушаем отдельно Удали меня и позабудь до завтра Все, что было, уже не вернуть Обратно Чтобы не... Все, я Шуга Крэш Блин, просто то же самое Не отличить Удали меня и позабудь до завтра Блин, это реально зазвучало, друзья Удивительно Но это зазвучало Это то, что надо Сейчас, мастеринг забыли Мастеринг, друзья Сейчас, мастерингом это вообще будет Пушка-бомба Сразу припев давайте Чтобы было, уже не вернуть Обратно Чтобы не любить себя Воложать Воложать Лука на глаз Забыли Ше Не, ну естественно Только такой голос оставлять нельзя Хотя иногда и так делают Это тут Ну вот это гипер-поп-обработка голоса Вот она вот так вот На октаву вверх И супер-автотюн Просто гипер-автотюн Я уж не знаю Мега-автотюн Ну я просто не знаю Как еще это сказать Как еще сказать, чтобы вы поняли В чем смысл В чем смысл А смысл в автотюне Гулять так гулять, да, друзья Удали меня и позабудь до завтра Нам окажется достигли нужного эффекта Тут происходит тонкий момент Когда вроде ты все сделал И слушать невозможно Получается полное говно Но Мы добавили глича На голос Ну смотрите Я тут по старинке Дедовским способом Нарезал что-то Понавставлял Понакопировал Понудалял И у нас получился Ломанный такой вокал Как будто роботизированный При этом лагающий Возможно есть какие-то плагины Которые специально сами это делают Но Это не спортивно Я считаю Тут надо прочувствовать момент И сразу зазвучало Просто Просто послушайте Насладитесь этим Ну вы поняли Теперь нам нужно дабл замутить Для громких частей А то уже голос теряется немножко И желательно Чтобы он был Как раз в октаву ниже От оригинала То есть у нас будет Между голосами Две октавы разницы Осталось доделать Последнее украшение И можно слушать Финальный результат Друзья Пишите в комментариях Если у меня будущее Как у гиперпоп-артиста Удали меня и позабудь До завтра Все, что было Уже не вернуть А обратно Чтобы не любить Тебе не нужен Повод Слезы на глазах На моей шее Если ты забудешь Про меня Не страшно Все, что я сказал Тебе уже Не важно Привязки Экран И залив ли кнопки Ты не заедешь Ты меня спусть Пробки Удали меня И позабудь До завтра Чтобы ты лас Уже не вернуть А обратно Чтобы не любить Тебе не нужно Повод Слезы на глазах Слезы на глазах Пробки Если ты забудешь Удали меня и позабудь До завтра Все, что было Уже не вернуть А обратно Чтобы не любить Тебе не нужен Повод Слезы на глазах На моей шее Пробки Если ты забудешь Что меня Не страшно Все, что я сказал Тебе уже Не важно Ты без кинфор Уже не верну Кнопки Удали Удали Ты меня спусть Пробки Удали 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 Субтитры создавал DimaTorzok